Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 21 декабря, день Анфисы-рукодельницы, назван в честь мученицы Анфисы, пострадавшей в Риме. По-гречески ее имя означает «цветущая». Она была женой римского сановника, крещена святителем Амвросием Медиоланским. Жена градоначальника предложила Анфисе принять арианское учение, которое считало, что Иисус – посредник между Богом и тварным миром. Анфиса отказалась, а ее муж, боясь наказания, принял. В результате ее сожгли на костре, а вскоре умерли неверный муж и жена градоначальника. Сегодня женщины занимались рукоделием. От выпавшего снега в комнатах становилось светло. Можно было заниматься работой до наступления темноты. А чтобы палец иглой не уколоть, проводили особое действие. Оббивали шелковую нить вокруг запястья. Согласно народным верованиям, это еще защищало от икоты и зевоты. Кстати, сама вышивка обладала волшебной силой. В ней зашифровывали различные мысленные желания. В вышивках включают в себя изображения птиц и зверей, которые, согласно народным верованиям, защищают от сглаза. А ромбы считались символом плодородия. Наши предки верили, что такой орнамент принесет счастье в дом. Защитой служили и отверстия в одежде, которые размещались на подоле, рукавах, воротнике. Считали, что тогда бесы до человека не доберутся. Что касается цветов, то больше всего любили красные и белые. Они символизировали кровь, это жизнь, здоровье, род и свет. Окружающий мир, святость, чистоту и невинность. Приметы. Если день тихий и морозный, зима будет мягкая и снежная. Если сегодня началась вьюга, лето будет дождливым. Синицы с самого утра чирикают, ночью мороз ударит. Если сегодня птицы под крышей прячутся, это к метели. Ясная круторогая луна на мороз. Туманный круг около солнца или разорванный около луны к метелям со стужей. Некоторые люди есть, у кого не растут ногти? Ногти могут быстро расти, ногти могут медленно расти. Немножечко чесночка. Вот, чуть-чуть. Так, ну что, подошло время, теперь вермишель. Вот у нас вода кипит. Опа, клади, Миша. Вот так прям? А-а-а, клади, да. Включаем сковородочку. Наливаем масло. И, кстати, на каком масле лучше всего жарить? Ну, на подсолнечном, наверное, или оливковом? Подсолнечном, да, оливковом. Ну, это какое оно должно быть? Некоторые говорят, первого отжима нерафинированное. Другие говорят, что оно должно быть рафинированным. Как ты думаешь? Да, вы знаете, я все время слушаю какие-нибудь такие советы, где-нибудь по какому-нибудь каналу говорят. Я думаю, блин, я, наверное, стану умнее и пойду в следующий раз в магазин и куплю какое-то там рафинированное или не рафинированное. Все равно происходит одно и то же. Я подхожу, смотрю, ну, много подсолнечного масла и беру. Вот, какая-нибудь наклейка понравилась. Так, теперь мы сюда на сковородочку кладем морковочку, положенную, порезанную у нас соломкой. Кстати, морковки никогда много не бывает. Очень полезная вещь во всех отношениях. А это как-то будет перемешиваться с макаронами? А когда мы сварим, действительно, мы тогда сделаем, перемешаем с макарончиками, у нас получится теплое блюдо, которое очень хорошо есть в холодное время года. Но мы так сделаем, что они будут примерно полусырые. То есть все витамины здесь сохранятся. Вот, например, какой-нибудь самый вредный продукт в холодное время года, чтобы... В холодное время года самый вредный продукт, который вызывает простуду, это будет мороженое. Понял. И знаешь, почему именно мороженое будет? Потому что, первое, значит, особенно, когда зима сырая, значит, это является срезеобразующим продуктом, потому что мороженое, особенно пломбир, содержит жир, оно охлаждает, и в результате все охлаждает и создает слизь. Поел мороженое, ну, допустим, так, пачки три уж, если там пломбирочка какой-нибудь, точно простуда будет. Поэтому зимой мороженое нежелательно есть. Как? Понравилось? Цукини. Да, я вообще никогда не ел цукини. Я вообще никогда не ел цукини, пропустил много. Которые очень полезны. Здесь мягкая клетчатка, которая способствуется тому, что, с одной стороны, впитывает все разные шлаки, которые вырабатываются в желудочно-кишечном тракте, да? С другой стороны, здесь минеральные вещества, которые способствуют росту ногтей, кожи, волос. Миша, продолжим. Сейчас мы, надо, наверное, все это, закладочку нам сделать. Так, помидорчики, смотри, они должны быть теплыми. Холодными помидорами сейчас есть нельзя, потому что они будут околожать организм и вызывать... Давайте я помешаю. Помешай. Так, теперь я беру макарончики. Они у нас готовые. Так, раз. Водичка нам не нужна, мы ее сливаем. Да, главное не обжечься, а то будем рассказывать, как лечить ожог. И ожог. В прямом усею. И ожог все есть. И от ожога хорошие средства есть. Кстати, от ожога, особенно небольших, вот когда небольшой ожог, очень хорошо помогает куриная пленочка. Разбиваем яйцо сырое. И вот там как раз прилегает пленочка. Ее только отдираем и как пластырем раз и залепили. Добавляем зелень, чтобы она была теплая. Потому что вся эта зелень растет у нас наверху. И она борется от высушивания тем, что охлаждает само себя. А нам сейчас не надо. Так, теперь добавим еще чесночка сюда. Вот. Так, сейчас начало мы сюда добавили. Еще разок перемешаем. Кстати, и вот питание, питание, вот как раз мы и он. Если бы мы взяли бы макароны, досъели бы с мясом, то что у нас получилось бы? У нас получилось, что это тяжелый продукт, который бы вызвал загустение крови. Там образование желчи. Знаешь, вот еще как древние говорили, образуется дурная желчь. Что там черная, то еще там какая-то. Вот. И в результате наша печень забивается, плохо фильтрует. И начинаются различные проблемы. В первую очередь с кровообращением. Как только мы все это почистили и вот придерживаемся такого питания. А какое подсолнечное оливковое масло есть надо? Да. Оливковое масло в салатах лучше всего использовать нерафинированное. Там больше различных веществ полезных для здоровья. А вот если мы что-то хотим жарить, то надо только рафинированное. Потому что при термической обработке вся эта, то что, ну будем говорить, неочищенность, она начинает гореть. И образуется у нас оливка. А печень каким чистить маслом-то? Вот оно какое-то там пережатое, оливковое. Оливковое. Панала одинаковое, а оливковое? Или бывает разное оливковое? Лучше всего горчичное масло. Горчичное масло, оно само по себе такое оказывается теплое. И лучше, будем говорить, очищает и прочищается. Ну что, пробуем? Да. А что, мне лично понравилось. Да, так просто и со вкусом рюмашечку бы, да? Рюмашечку, ну да, для того, чтобы запальный аппетит еще появился. Ну, целебная кулинария подразумевает настойки. И о том, как приготовить настойки, вот это хорошая тема. Бояришникам мы поговорим следующее. И, возможно, пригласим Михаила, для того, чтобы на глазах... Продегустировать, да. И продегустировал. Да. Можно чуть-чуть больше соли, можно какую-нибудь, знаете, пасты там еще там такое. Получается хорошее блюдо. Полезное, легкое и приятное. Очень. Кушайте на доброй здоровьице. Спасибо, Геннадий Петрович. 25-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущего слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опустошенным, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию. А для этого никуда не спешите. Отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своем сознании и очистить его от негативных мыслей и настроений. Причем подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни. Найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровьица и до новых встреч!